30 сентября 1982 года. Новая деревня. Беседа отца Александра с Игнатием из Барнаула. Нет, вы знаете что? Небодрствование. Я еще повторяю. Слово Божие говорит, бодрствуйте в молитве, бодрствуйте всю жизнь. Небодрствование приводит к тому, что спотыкаемся на ровном месте. Почему Петр отрекся? Не потому, что он хотел. А уже все было заложено для отречения. Постоянное прикословие Господу. Как бы хорошо Господь не сказал, у Петра уже был готов слой. А я еще лучше сделаю. Не умоешь ног моих в обед. Сказал бы хоть сегодня или завтра, а уже все, навеки определил свое положение. Нет, после этого готов ведь броситься утонуть. Тогда и всего мой. А сколько этих было прикословий? Господь говорит, все отречетесь. Значит так оно и будет. Разбежитесь, как испуганные бараны. Потому что не учились, когда я учил вас. А прерывали проповедь бесполезными, бестолковыми вопросами. Ум закрыт, сердце запечатано. И когда Петр отрекался, то отречение нужно думать, оно было давно уже впереди. И готово к этому пойти. Все. Что Господь сказал, да умолкнет всякая тварь. Вот это запомни один раз. Какая мудрая там будет тебе пословица встречать. Ты хороший батюшка, великий архиевей, знаменитый папа. Это ничего не значит. Потому что все это плоть. И дыхание их в ноздрях. И они нуждаются также в исправлении, в помощи. Все. А у нас все авторитарно. Кто сказал, великий или мало, а Библия в стороне лежит. Вот почему из стойка заблуждений, инквизиции, индульгенции, все возможно стало, когда Библия спрятана. Причина только одна. Народ, который знает Библию, он никогда на это не пойдет. Лютер только приоткрыл завесу, но дал такой поворот, что не знаешь, лучше или хуже католицизма. А сегодня уже ясно видно, что сделал еще худшее. Почему? А понимать своим плотским умом начал. Хотя начало было исключительно с добрыми намерениями. А доверился бы толкованием святых отцов, как учат святые отцы. Он бы был в гоне церкви. И все эти 95 тезисов разрешились бы одной ревностью в Боге и молитве. Вот почему не по Слову Божию, если делать, то будет только одно слово. Раздробление, раскол, развал. На 95 частей в один день. Почему семьи сегодня падают? Нет единения по Слову Божию. Единство в Духе. Единство Духа в союзе мира. А впереди написано, как одно тело, один Дух. Вот утром мы перед молитвой сегодня читали. Стоит только задумываться. В одном теле может быть два Духа? Никак не может быть. А у одного Духа два тела? Тоже смешно. Ну а как это? Одна Душа в двух телах ради может? Но если она могла бы, когда умер правитель, за него бы отдали и сто души, и вот и как живить. Но, увы, переселения душ нет. Да и мы-то практически больше общения не имеем с телом. Парень знакомится с девушкой. Он не успел... Любовь с первого взгляда, но не добавляет. С первого взгляда на тело. Не на душу. Он к душе будет присматриваться всю жизнь и открывать в ней новое и новое. Но полюбил вот эту коробушку внешнее. Вот этот домик, хижину. Что, Зла Сауд говорит, вот эти твои вспочивания, аккуратно, говорит, твой нож, все это только потому так хорошо выглядит. Но Господь отпустил, что оно в нужном месте, в золок, от влажности, от потребленной пищи. Вот если все время это помнить, кто ты, откуда, тогда гордость никак не подойдет. Часто задают вопрос, а ты не боишься этой гордости? Они в прелесть. Вот смотрю, как с Наумом беседовали. Настоящая искренняя беседа еще с ним ни одной не припомнит. Взгляд лукавый. Выводы, которые делает, совершенно неверные. Рассуждает о высшем, что есть на земле, о исполнении Духом Святым. А правильно не могут наполнить даже чрево свое. Какое слово не возьми, оно не по Слову Божию. Какое слово из Евангелия не возьми, не знает, как его понять. Как не повернется, одно своеволие и противление. А какое же тут исполнение Духа может быть? Ну, мы знаем, что это очень выгодная тема, тебя духовно будут считать. Мы знаем, как подделывать все, легко. Но если отсюда не идет, то ты рассуждай о камнях, о валах молодых. Если юриспруденцию не знаешь. Чего же рассуждать о другом, если не пережито это? Ты говоришь, что пережил. Ты знаешь, какое духовное рождение? Ты знаешь, что такое экономия в хозяйстве, в домашнем? Рассуждай об этом. Ты знаешь, что такое быть миротворцем? Примирил где-то двух или трех. Но если ты 33 человека только на зло наставил своим поведением, а двух пытался примирить и сделал еще лютейшими врагами, то имя тебе не миротворец, а совершенно обратное. А обратное только от дьявола. Значит, ты ни одного дня еще не был христианином. Ну, а почему? Да потому что отец ваш дьявол. Зло творит дьявол. А Христос сказал, что блаженный миротворцы ибо наречены будут сынами Божьими. За все обещано. То царство еще неизвестно, кем ты будешь там, каким именем называться. А здесь зла того, говорит, высшее блаженство, сыну Божию уподобишься. Ну, а ты будем смотреть сегодня, как мы мирим, как детей мирим, как взрослых, как соседей, как себя. Еще не успеем выслушать, кто что скажет. Уже 10 ответов готово. Да ты выслушай, дай мысли ход, как она правильная, а от Бога нет. Всегда соглашайся с тем, кто говорит, если у тебя этот первый вопрос встретился. А может человек в самом деле по местным обстоятельствам больше знает, прикинь. Начну оспаривать, а какой в этом мне прок. Будем сейчас спорить. Вот Белас, 25 тонн, нет, а я точно знаю, что он не 25, а 27. Ну, собственно, какие эти две тонны, когда у меня две тонны грехов. А я буду спорить о двух тоннах. Ведь мы часто спорим о деле, совершенно ненужным для нас. А Сырахов говорит, не спорь о деле, для тебя ненужным и бесполезным. Ведь заповеди такие-то маленькие, а как много они в нашей жизни дают. Вот посмотришь, человек стоит, вроде молится. Как только посмотрел на лицо, нет, не молится. У нас архиереи однажды в Прокопьевск поехали, и Саша Долгов. И когда мы к архиерею пришли, в кабинете у него, он говорит, вот я молился, архиерей говорит, когда. И вижу, ты в толпе стоишь. Ты не молился на Сашу. А Саша говорит, я устал, поэтому так. Нет. А другой был брат. А вот он молился. На кого архиерей сказал, не молился? Христианин. Старался ревность показать. Бросил жену, впал в блуд, ушел в мир. Значит, архиерей прозрительный. Он это видел. Не смотри, что он вроде пост занимает, и все архиереи коммунисты, как за границей, говорят, нет. Откуда бы он это мог видеть? На кого-то он сказал, вместе сидели. А он видел, а я-то его не видел в лицо. Он сам воно и увидел одного прихожанина и сказал, ты, говорит, не молился. Нет, тебе все нипочем, говорит. И так и есть все нипочем. Не потому, что архиерей духовный, а через него Господь силен делать, как через архиерей, по благодати. Хотя сам по себе он сокрушается и говорит, я ничего не скажу. И он не то что тому. В самом деле такой. Только надо быть очень и очень внимательным друг к другу. Это проще всего свои мысли ему навязать. А то ты узнаешь, чем это вызвано, как. И когда явно не по слову Божию, вот тогда ты стоишь до смерти. Ты стоишь за истину, за слово Божие. Подождем, батюшка. Такие вопросы есть, сейчас надо всем записать. Сейчас ждем. Хотя это основание у нас тут. Самое основное. Но как друг перед другом. Чтобы знать, о чем молиться. Если обличил, то был глупый, возненавидит обличающего. Вот оно все и открылось наше христианство. Ищем только друзей, гладящих нас. А правду скажут лучшие враги. Значит и об этом надо молиться, чтобы мы не ожесточались сердцами. Если я что увидел не так, то сейчас батюшке не скажу. Батюшке от этого польза разве будет? Очень. Машарич. Все. И не с места не извинится этот недостаток-то где-то. Батюшка заметит во мне что-то не так. Ладно, оставлю. Значит есть такое слово тактичность. Особенно москвичи этим кичатся. Ну пускай вроде ты вздыхай, а ради тактичности я тебе ничего не скажу. Но позаглаза там много можно будет написать и наговорить. А я знать не буду, какой мне от этого кровь. Вы сами видите, из-за чего сейчас вот ребята уходят. Позаглаза сколько может быть. Но в глазах все тихо, мирно, а житья никакого нет. Умение выявить конфликт и разрешить его правильно позволило бы сегодня устранить не тысячи, а миллионы трагедий семейных, общественных. Не так сказанное слово зарождается мстительность. Семьи распадаются, не сошлись характерами, не выявлены конфликты. Каждый затаил про себя и понял характерами, не сошлись характерами. А спросишь, что характер, безбожник практически ничего не может ответить. Ну что это? Нервная система расшатана. Ну нигде этих слов в Писании нет. Все это ложь, как один батюшка говорил. Нет нервной системы, если как грех. У Павла ради нервной системы не расшатывали, но он имел мужество признать себя при всех. Я не прав, я не знал, что он первосвященник. Сразу задний ход. Ошибся, неправильно сделал. Петр тоже. Видите, что не так? То два раз, ход назад. Били. Радовались апостолов. У нас слово одно, как батюшка говорит. Никто нас еще не преследует, не говорит. Косов взглянет только. Это что батюшка говорит? Не переживший или касалось его? Опять для меня уже тайна. Если это касалось лично его, значит, есть уже в этом деле опыт. Опыт в том заключается, что ты так не поступаешь, что тебе не нравится. Вот в этом опыт. А не то, что я многих знаю и вижу, что другие плохо живут. Уметь это устранить, вот это значит знать. Чтобы мы, говорит, познавали Бога. Как познавать? То есть жить в Боге, а больше Бога как знать? Бог это же не материальное нечто. Вот, потому что Господь сейчас ждет тружеников, сеятелей, женицов. Ждет тех, кто исполняет его волю. Не все говорящие Господи, Господи являются настоящими членами церкви. И вот нам важнее сейчас именно как-то отстоять истинную веру от всяких злоупотреблений. От злоупотреблений всяких множеств. Вот это то, что вот вы уже как-то свидетельствуйте, проповедуйте, это уже есть сила истинной веры. Потому что очень многие у нас говорят, ну зачем проповедовать? Ходи, молись, делай свое дело и все. Рассуждая, как язычники. Нет у них, это же нету духа Евангелия. Они даже не знают, что такое Евангелие. им ходить, ставить свечки, послушать пение. Так приятно все и все. На родительскую там кутью сварить и все порядка. Но это не то, что Господь нам принес. И Господь воплотился не для того, чтобы на кутью варили. Это испокон века было еще и защит. Эти микроны и дивиши. Так, ну все. Вы, наверное, перекусите, чтобы вас не отрывать. А вы мне пока немножко про себя расскажите. Ну, чуть-чуть про себя. Простите, что я все не отставил. Мы из Барнаульска. А вы что, там постоянно жили или туда попали? Вообще Алтайске. Я, например, с Алтайского края. Там жил сын пастуха. Отец у нас многодетный, десять детей без руки. Всю жизнь пастухом было, мы выросли в степи. А как же Бог вас призвал? Вот мать у нас, отец по сей вели, ничего не признает, можно сказать. Так, язычник в самом дурном смысле и пьет, и дерется. А мать знала, что Бог есть, и я, наверное, первые слова не мама произнес, а Богородица Дева Радости. Думаю так. Но на этом вся вера наша кончалась, что есть Бог, и есть суд. Для меня, например, с детских лет мать это дала понять, что Бог наказывает, и Бог для меня был только как Бог-судья. Иного я не видел. Вот сейчас, как некоторые говорят, что я вот верую, хожу, ставлю свечки, и он надеется на какое-то еще царство. Это настолько обманчивое чувство, мне кажется, это по-моему, понятие, так повторяю, что этот человек никогда, видимо, в душе ничего не хотел даже допустить светлого. Для меня понятно было, что я умираю, я иду в ад, в огонь. Вот знал, допустим, мать говорила, нельзя там уметь с женщинами делать, нельзя там воровать, материться, от этих грехов Бог сохранил. А что я не знал, я в этом, кажется, в гной пропадал. И я знал, что я умру, мне уготована вечная погибель и ад. И вот в минуты, когда никого нигде не было, всегда уединялся и молился. Встать ночью, пока все спят, тайно куда-то скрыться и молиться. Учился уже в техникум, я строительный закончил. А когда едешь где-то ночью, вот так, хотелось взяться за голову, бежать, спотыкаться и кричать, зачем я родился? Я родился для огня. Я этого точно знал, и нельзя было иначе убедить. А уже в армии, когда Господь коснулся, а после армии в руки попало Евангелие, среди верующих был, вот здесь я уже тогда склонился сам на колени и предпочел страдать с народом Божиим. Вот здесь я понял, что есть надежда спастись и точная надежда, что мои грехи взял Он, Христос. Ну почему мне никто не сказал? Я бы, сколько я упустил возможностей, учаясь, в армии был, во флоте. Потому что они считали себя христианами, а на самом деле были язычниками. Это у нас огромное большинство людей так живет. А живут в штрахе перед наказанием, в системе всяких обрядов без конца, и на это только полагаются. И часто бывают такие случаи, приходит ко мне женщина, заливает слезами, что я грешна. Я думаю, что ж такое она сделала? Она молочка попила там, не в тот день, в среду. А то, что она всю свою квартиру поедом ест, это ей ничто. Она это не знает, что для нее это грех. Вон. Иными словами, язычество, оно старое вещь. Оно существует тысячи и тысячи лет. Оно в крови у людей сидит, у всех у нас. И чтобы евангельское сознание у нас ожило, для этого нужны усилия. Для этого нужна работа, проповедь, борьба. Так сразу это не получится. И из-за этого все. Гонение, закрытие церквей, упадок веры, все, что есть. Я не верю, когда обвиняют безбожников. Без воли Божьей ничего не бывает. Читайте Писание. Там приходили на израильтян ассирийцы, всякие египтяне, халдеи, они же приходили по попущению Божьей за наказание. За грех. Не то, что наказание, а Бог хотел показать людям, что они стоят, если они подходят от заповеди. И если нам было попущено все это терпеть, то не потому, что мы хорошенькие, а пришли безбожные. Так легко считать, что они пришли и все. Если бы мы были хороши, ничего бы они не могли. истинные, 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 значит, что-то было в нас, значит, начинаться все должно с покаяния, что наша установка была не совсем верной. Многие говорят, как хорошо было раньше. А я отвечаю, если было так хорошо, почему же так получилось теперь? Если хорошее дерево, почему же от него такие яблоки плохие? вот какая штука здесь. Ну и, конечно, есть разные обстоятельства. Когда человек умирает, он выражает свою волю. Это самая его задушевная воля. Если кто не выполнит завета Матери Отца, это же последний человек. Что завещал нам Господь перед своей смертью? Сказал, да все едины будут, как и отчего но и я в тебе. Это слова Ивановича. Значит, его задушевная мысль да будет единый стад и единый пастырь. И пока верующие разделяются, не будет им успеха. Вот какая вещь. Это просто мы просто нарушили Слово Божие. Нарушили. Не только в этом. Много у нас нарушений. Много сказали сейчас объединится об этом. Я в прошлом году имел может быть полтора дня еще, которые мог бы с вами встретиться. Но так как я услышал от хозяйки его много добрых слов в ваш адрес, а я в жизни очень много потерял в смысле в друзьях, в зачаровании, когда люди отступали не от меня, а от Бога. Тут на компромиссы не идем. Может люди называют максимализмом, а я говорю то, что я устал жить греховной жизнью и хочется быть с Господом. И как попало спасаться? Златоуст говорит это уже точно губить себя. И вот когда рассказали о вас, я решил это сладостное чувство общения заочно продлить еще на год. Я говорю, боюсь встречусь и сразу же потеряем друг друга. Потому что не могу идти ни на какие компромиссы, когда человек не по совести и не открыто это делает. Пусть он как угодно может заблуждаться, но чтобы он стремился поступать по слову Божию, не по вымыслам человеческим. Она говорит, нет, вы должны понять друг друга, будете друзьями. Я говорю, очень боюсь, тем более, если я уже полюбил заранее человека, мне хочется чувствовать себя его как бы нужным мне, а может быть я когда-нибудь загожусь в чем-нибудь ему. Конечно, мы все друг другу нужны и Богу нужны. Богу нужны. Хотя он всемогущий, он хочет, чтобы мы трудились, чтобы мы были его руками, его очами. Ну вот пока мы еще близко отец Александра не познакомились, я такие простые вопросы задам. тоже, но обо мне немножко уже знаете, как я к Богу пришел. Хотел я услышать, как вы познали Господа? Да у меня история проста, просто мать мне все это внушила, с раннего детства, с молоком матери впитала. У меня была женщина грамотная, конструктор, со среднего образования в начале, но она много читала, интересовалась, и она была человеком необычайным, высокой духовности человека. И она жила по слову апостола, всегда радуетесь, непрестанно молиться и за все благодарить. Она вот так и жила, всегда, всю жизнь. До последнего ее час, когда она умерла здесь, здесь похоронена. Вот я сейчас сходил на ее могилу, как раз я почему задержался, потому что сегодня ее сестра именинница, она с ней рядом похоронена. Ну, я хожу сюда в могилу. Вот я спрашивал тут брата, как ваша фамилия переводится на русский язык? Это налим. Это старинное слово, мень. Это так у нас называется, в Белоруссии называется рыба налим. Да, знаю. Мень рыба. Мень рыба. Какая-то белорусская фамилия? Да кто из них в старинной повести 17 века Ерши Ершович там уже есть Мень рыба выступает. Как фамилия как попала, не знаю, это фамилия отца, а по матери фамилия была Василевская, потому что предки мои в Польше жили. Далекие очень, где-то лет 200 назад. А вы по паспорту пишетесь по национальности как? Я евреям пишусь. А у вас отец и мать все? Да, все. Значит, они соблюдали это, не смешиваясь с чужими народами? Кто их знает. Во всем начале мой прадед воевал еще во время войны 1812 года, но уже на стороне России. А когда приняли крещение кто из родителей? Мать крестилась в юности, меня крестила в детстве. В детстве, ну, мне года не было. Значит, интересы сегодняшнего еврейского народа для вас это не ваши уже интересы? В том смысле, как они понимают? Сказать нет. Во-первых, мне интересы всех народу близки, а потом я себя считаю причастным, раз уже это делаю. Бог ведь ничего не делает случайно. Он же мог меня китайцам родить. Да, я думал, что вы не поняли, мой тогда вопрос. Я понимаю тот вопрос, этот состоится так, что у еврейского народа сейчас дождаться мессии и стать во главе мира. А у христиан, конечно, совсем другое. Мы ждем спасителя и подготовимся к его приходу. Так у вас-то цель? Вы знаете, что еврейский народ во многом растерял веру и, скажем, в Израиле, я думаю, что больше половин вообще неверующие люди уже. Так что никого они не ждут, это ждут единицы. Единицы ждут. Вера эта потеряна, давно уже была. Я вот с 39-го года. Вы на сколько лет старше? Не на много. Я с 35-го. Ну, если Господь благословит, поймем друг друга, то можем быть почти братьями. Конечно. Ну, конечно. Теперь сразу про фамилию. Читали книги, вот Светлов, Эммануил, так было, и Боголюбов там. Да, дело в том, что я вначале писал свои книги без автора. Просто я писать начал давно, и они ходили все без имени автора. Потому что читали их в основном друзья. Все узнали, кто писал. А когда они случайно попали на Запад, там прилепили эти псевдонимы. Это они придумали. Это не вы? Нет. Вот еще один вопрос разрешенный был. Я сегодня говорил, что если апостолы, пророки подписывались своими именами, патриарх Тихон вызвал уважение Уздержинского, что не прикрытость какой-то, таинственностью, то хотел лично с вами поговорить. Ну, почему не своим именем назвать? Тем более... Ну, теперь это уже прошлое, потому что мои все книги теперь выходят с моим именем, с моей фамилией, даже с моим портретом. Значит, с вами даже не советовались, какое дать там? Нет, нет. Это просто прилепили довольно нелепые, надо сказать, псевдонимы. Как просто разрешают. Да. Ну, я же не мог писать. Давайте, ребята, меняйте. Спасибо на то. Один вот такой вопрос. У меня зять, но он маловерующий, а сам по себе неплохой человек. И вот на корабле он работал, попалась ему книжка, там, Эммануила Светлова, о каком-то таком рассуждении о Библии, что подается анализу человеческого ума эта книга, и нужно не все это понимать, что от Бога. Я не читал. Но у него это вызвало такой переворот, что он стал еретик из еретиков, и при том в перевернутом виде с сектанцем, и отошел один. Я на него потратил массу времени, при мне он жил. Я едва, едва сумел вернуть его в лоно церкви. Да не я уж, сам Господь сцепился. Хотя бы прежнее, остаточное, что у него было, вернуть. Что он читал, вот сестра говорит, теперь она... Он не помнит название? Мы у нас в древних девах как он читал, если он человеческий и пророк. Видимо, насчет пророков. Значит, смысл тот, что не надо понимать все так, что Иону Кит, конечно, не глотал, что отроки в печи не были. Я вот так, если Христос на них ссылается, то... Значит, в отношении Иона дело вот в чем, что Священное Писание это Божие Слово. И нам важно не то, что было на свете, мало ли, какие были события на свете, а нам важно, что Бог хочет нам сказать. И, например, когда нам рассказывается про историю, ну, скажем, милосердного самарянина или притча о чем-то еще, нам не важно, был этот самарянин на самом деле или не был. В некоторых случаях Библия действительно описывает конкретные события. Иона, пророк, такой был. Но то, что там рассказано вот в этой... Это притча. Но это есть доказательство определенное. Это не умаляет ни Бога вдохновенности, ни назидательности такие. Вот. Были случаи, когда моряков там глотали, рыбы, и все. Это все истории морских рассказов. Нам не это важно. А важен смысл и содержание этой великой книги. Она от этого стала еще более великой. От того, что мы понимаем ее как притч. Могло это быть, а могло не быть. Священное Писание это не история, не учебник, не описание за обязательно событий. А это Слово Божие, обращенное к нам разными способами. Разными способами. В том числе с способом притч. Поэтому если есть некоторые книги, которые мы должны толковать как притчи, это нам понятно. Но такие примеры, как пророка Ионы или книга царств, тут притч нет. Она называется историческая. И вот Златоусте, святые отцы, да и Христос ссылался на нее не как на притчу, но как на сам факт. Что притчи есть, это конечно я понимаю, был самаринен, Но он из этого делает вывод, что все ставить под сомнение, всю Библию. Я говорю, а когда вначале слушают Златоуста, я говорю, смотрите, для Златоуста доказательств, он говорит, так говорит пророк, допустим, Даниил или Иона, все, конец, это высшая инстанция, обращаться больше некуда. А вот Эммануил Светлов сказал, я ничего не знал еще, я же думал, что этот человек жил в начале этого века. Я говорю, какой-нибудь еврей, масон написал, я говорю, а ты, я говорю, берешь за основание. Нет, надо сказать, что такое понимание книги Ионы разделяет сейчас вся богословская наука православная, католическая и протестантская. Вы не найдете ни одной, ну, любой взять энциклопедию, любой богословский справочник, там вам расскажут то же самое. Просто, когда мы говорим, что это высший авторитет, это не потому, что там обязательно рассказано вот от слова в слово, а это есть учение, которое нам преподано. Его надо уметь понимать. И надо сказать, что тоже Ян Затаус пишет так, что в Писании есть вещи, которые надо понимать буквально, есть вещи, которые надо понимать переносно, а есть вещи, которые надо понимать и так, и так, одновременно. Значит, просто злуговать Писание только от своего ума не всегда сподручно. Иногда необходимо что-то разобрать. А вам эта книжка не попадалась? Я не читал, даже в руках не держал. Я только вот думаю, на месте я выясню, и это я ему дам. Это Володя взять, я говорю, чтобы сам из ваших уст услышал, что он вас не понял. Нет, он, конечно, не понял. На самом деле эта же книжка из всех моих книг самая такая, я бы сказал, ну, проповедническая, что ли. Саша, что, наверное, это вестники Царства Божьего. самая посвященная, самым глубинам веры. Надо, чтобы вы ее прочли, чтобы было ясно. У меня, к сожалению, нет, они все время все на руках. Я пока еще ее не имею, но пока несколько вопросов задам на это. Вот есть моменты, такие как отроки вавилонской печи, на чем составлены и армасы, и запевы. Вы буквально понимаете, что они были в печи? Или все-таки это как-то в виде притчи? Видите, мы точно не знаем. Многих людей бросали в печь, и, конечно, Господь власти на освободить человека не только из печи, но и откуда угодно. Мы совсем не считаем, что Бог может ограничивать свое всемогущество. Вот. Но просто, если, скажем, пишет пророк Исаия, он пишет о том, что он видел своими глазами. Он говорит, такой-то царь, такой-то... А пророк Даниил писал значительно позже. И там уже все это дается путем сказания. Сказания. О чем говорит эта книга? Книга Даниила. В ней нужно искать не историю, а это свидетельство о свободе веры. Действительно, был царь, это был не Наука Доносор. Не Наука Доносор. Наука Доносор никого не преследовал. Теперь все, так сказать, известно. Это был его преемник. А Наука Доносор называли его просто, так сказать, ну, предание называли. Ну, как мы называем, Иван Грозный, все такие цари там были. Важно, что люди читали эту книгу в период гонения на веру. И они находили в этой книге утверждение, что Бог помогает и спасает тех, кто отстаивает свою веру, кто готов даже пожертвовать своей жизнью ради веры. написана была книга Данила в тот период, который описан в книгах Маковейских, в полных изданиях Библии. Книга Маковейская изображает гонение, учрежденное антиохом Епифаном против иудейской ветхозаветной религии. Женщины, которые владельцу обрезали, детей убивали на глазах, а самих женщин сбрасывали со стены. Известно, что старика уговаривали законника, чтобы он при всех нарушил закон, и он сказал, что я буду притчей во языцах, если молодежь увидит меня, что я ради своей жизни. Это все описано в книге Маковейской, в первой и второй. И вот в этот период была написана книга Данила. Она, автор ее, Бог вдохновенный, конечно, безусловно, человек, через которого Бог говорил. Он собрал сказания о том, что было до того. Все поучительные и назидательные сказания с одной мыслью. Тот, кто стоит за веру, тот не должен никогда колебаться, и что Бог его избавит и спасет. А тот, кто погибнет, тот получит вечную жизнь. Надо сказать, что в Ветхом Завете до этого учения Ветхи вечной жизни не было. И впервые появляется она именно в книге Данила и в книгах Маковейских, то есть во втором веке до Рождества Христова. Почему так получился этот долгий разговор, но так... Я так теперь на это уже скажу, что... Но все святые отцы, я уже говорю, самых великих, Василий Великий, Ефрем Серин, Григорий Богослов, и особенно много Ян Златоуст, ни одного слова они не допускают в Библии переосмыслить. А только написано, вверх раз был Новохладоносор, то да и аминь, потому что дороже небо и земли, сам говорит, это несет в себе вот такой-то дальнейший заряд, чтобы они были верны Богу, это все на месте остается. Но уж если их бросили, и они не сгорели, и вышли, и вы допускаете, то почему теперь ставить бы так-то маленькую такую где-то щель, что может и это не так было, и не Примнохладоносоре, а я на Эпифана покажу по книге Маковейской. А фектанты их вообще Маковейские не признают. У нас, конечно... Ну, их не признают, да. Но, тем не менее, все-таки правда, что там написано. Ну, это истинно так. Все святые отцы, они понимали буквально. Зачем мне иначе мыслить? Ну, надо сказать, что не совсем все. Потому что среди святых отцов было несколько школ толкования. Антиохийская школа, это Исиан, Златоуст, Ефрем, Сирин, частично Василий Великий, понимали буквально. Александрийская школа, святой Григорий Нейский, к нему примыкал Амбросиме Диоланский, они толковали настолько иногда расширительно, что там уже у них многое совершенно исчезало. А есть еще несколько толкований. Все они друг друга дополняют. Если об этом подробнее рассказать, то, пожалуй, потребуется много времени. Но я скажу только одно, что святые отцы, они нам дали неокончательное решение. Они нам дали указание, как дальше развивать. Иначе во все это стало и конец. Святые отцы, это не призыватели потому, что пятница назад, что они все уже открыли разно всегда, нам только повторять. Они были очень смелыми людьми. Они себя не считали святыми отцами. Они вот так, как мы с вами. Они считали себя грешными людьми. И они дерзали. Дерзали, толковали, думали, спорили. У них есть противоположности. У одного сказано про это так, у другого сказано совершенно иначе. Значит, у святых отцов не было единомыслия по многим вопросам. В догматах, говорю, блаженый Агустин, единство. В спорном свобода. Во всем любовь. Вот трехчленное решение вопроса. А догматах немного, так сказать, такое твердое основание, это совсем не так мало. Вот. Скажем об авторах священных книг. В любом толковании вы найдете, что отцы расходились по этому вопросу очень серьезные. Одни считали одного, другого, третьи. Кажем о книге и его десять мнений в отсутствии. Всех раз. Что я могу на это сказать? Что вопрос о том, когда возникла книга, кем она была написана, ее исторические подробности, это вопрос не веры, не откровения Божьей, а науки. Этим может заниматься наука, не мешая вере. Все равно как устроена земля, а как устроена вселенная. Это вопрос не веры, а науки. Вопрос о том, в каком году был такой царь, это должна разбирать наука. Для веры все равно, для меня не важно, наука была в таком-то году или таком. Мне важно, что сегодня мне Господь говорит через них. А ученый может указать, что здесь вот такая устроена. Мы верим в том, что Слово Божие передавалось через Слово человеческое. Слово человеческое оно всегда не совсем совершенное. В Священном Писании есть и какие-то разночтения, неясность. Это же люди писали. И ошибки могли быть у переписчиков. Сколько вариантов? Знаете, вот у меня есть Библия, где указаны все варианты в каждой рубрице. Оказалось, что там сотни вариантов. Какой из них точный, неизвестно. Но основное содержание сохраняется. Ну, там сказано в горы, а здесь сказано под горы. Вот. Деяние в одном месте это в Иерусалим, а в другом из Иерусалим. Меняется немножко смысл. Но для веры это ничего не было. Пошел он туда или туда для веры. Для того, чтобы кто верит, что Господь открывается через это слово человеческое, что это есть одно слово Божие, тот все это легко может понять. Священное Писание есть не просто книга человеческая и не есть просто книга Божия. А это есть книга Бога человеческая, как Христос был Бога человек. Ибо в ней отражается и характер авторов. Например, Василий Великий и Блаженный Иероним пишут, что у Исаии слог, стиль один, красивый. певного писателя сохраняется его лицо полностью. Его эпоха, в которой он жил, язык, на котором он писал, его понятия, представления. Он как человек. Он не просто инструмент, который бессознательно записывает то, что Бог ему внушает. Нет. А это он соучастник Божий, сотворец священного. Но пишут, что писали человеки, святые Божии. Вот вы даже сказали, что как Бог и человек одновременно, то и писал тоже и одновременно участвовал в написании Библии Бог и человек. Наверное, все время подчеркивают, что человек движенный Духом Святым. Конечно. Не так, что мы сели с вами и будем придумывать. Впрочем, если Господь захочет через нас рассказать, он может и нас, дураков, так сказать, для этого использования. Это уже, так сказать, его воля. Ведь он и ослицу заставил заговорить, когда нужно было. Так, а вот вы сейчас которые книги писали? Первые ваши вышли, может быть, лет 10 или больше назад? Больше, наверное. Так, теперь вы заново берете иногда их, может быть, и кое-что читаете из них. Вам не кажется, что кое-чего следовало бы сегодня, может быть, уже менять? Да, я даже несколько книг переписал заново. Сын человеческий я написал заново. Ну, мне было всего 20 лет, когда я писал. Ну, а вам, я все буду говорить откровенно, вы не обидчиваете человека? Нет, нет. Если дружбу человек хочет строить и на обидчивости, то развод не минуем. Нет, нет, нет. А вот такие моменты когда-нибудь у вас были в жизни, я хочу сказать про себя, что было, что я писал, тоже что писал, и стихи, что потом самому было так нежелательно и даже слышать и читать. Хотелось, чтобы это поскорее в другом месте стерто было. А годов, годов немного прошло только. Вот у вас то, что написано, и разошлось. Такие моменты были, где-то написано, за что сегодня уже сейчас сделать бы, а даже в одиночестве это так стыдно. Вообще в одиночестве, я ничего не скрываю. Я сжег 10, тысяч машинописных страниц собственных. 10 тысяч. Сжег. У меня есть такой сжигалище, гиена домашняя, вот, на улице. Я там жгу. Так что я очень, вот написал книгу одну, я ее сжег через месяц, после уже написал. сел и начал писать заново. Вот. Что касается того, что у меня было, то я не удовлетворен очень многим. Очень многим. И именно из-за этого мне пришлось две книги заново переписать писать от начала до конца, хотя они уже выходили большим тиражом. Так, но вы, видимо, так представляете, не маленький ребенок. Что это несет, допустим, человеку особую информацию? Если в ком-то из малых сих вы поколеблете веру, вот как случилось, допустим, здесь вот с одним человеком, то всей вашей жизни писанина не хватит, чтобы рассчитать. Значит, тут можно сказать следующее, что у меня столько людей обратилось под влиянием моих книг, что, может быть, на весах Господь учтет. А знаете, как у Виктора Гюго в отверженных книгах, из которой я начал Бога искать, что если, говорит, тысячи людей будут прославлять Бога за меня, и только один, говорит, проклянет, и ни одно, говорит, словословие не дает о проклятии возвратиться на волосатой теме. Да. Ну, надо сказать, что я все-таки могу только утверждать, что человек, когда молится и надеется, что через него соблазн не будет, он больше ничего не может сделать. В конце концов, мы все слабые и грешные люди, и мы просим, чтобы Бог действовал через нас и оградил от соблазна. А вот когда, вот видите, что ваши книги имеют такой авторитет, если люди верили, что автор именно Амос, Даниил, и именно так написано, как понимал, допустим, Златоуз, это не в сектантском понимании уже. А теперь человек читает вашу книгу. Лично вы склонны к чему, чтобы он поверил, как он и верил по святым отцам, или склонился на вашу сторону, на ваше понимание? Внутренне, как бы вы хотели? Видите ли, дело в том, что я над этим долго думал и понял, что пока мы не примем уже давно принятое в богословии православным, хатолическим, протестантским, дополнительную научно-критическую методику, мы не разберемся в очень многих вещах священного Писания, оно будет закрыто от нас. И этот самый новый подход, который православные богословы, причем очень выдающиеся, не пример мне, а всемирно известные, которые приняли, защитили, отстояли, что это очень много дано. Это не моя придумка, это не то, что там взял, придумал отец Александр. А это целые поколения уже работают. Это написано с горы томов, как в нашей церкви, так и в других. Просто пришло другое время. Добавить к тем толкованиям, которые были, аллегорическим толкованием таким, буквальным толкованием, прообразовательным толкованием, добавить еще библейско-историческое толкование. И все вместе они дадут нам нужную картину. Вот. Теперь я скажу так. Если человек, который подумает, что что-то написано не тем, не тем веру поколеблит, значит, у него не было веры. Значит, это не вера. Потому что вот был такой писатель русский, Алексей Испанович Хомяков. Он сказал, пусть докажет, что послание к кремлянам написано не Павлом. Церковь скажет, она мной написана. Это мое послание. Церковь принимает эти тексты не потому, что это писал Иван, Иезекиил, Федор, а потому, что церковь опознала сначала Ветхозаветное, а потом Новый Завет. В этих текстах конечно было куча. Сколько осталось эти апокрифические. Опознала в них Духом Божиим, опознала в них истину, говорящую с неба. Вот. Поэтому церковь сама выбирала. Ветхозаветная церковь отбросила очень красивые книги. Книга Еноха. Она уважение была к христям. Послание Иуды, на нее прямо ссылки есть прямые. Вот. Но Ветхозаветная церковь ее отвергла. И теперь мы понимаем, почему она отвергла. Так, я снова к этому вопросу как бы возвращаюсь. Вы конкретно мне да или нет теперь уже должны как бы ответить. Не должны или другим словом сказать. Человек верил вот так. Вот простой христианин. Но для меня же это ложь. Понимаете? Для меня лично вот это ошибка. Понимаете? Ну просто, что он подумал, человек верил, что земля имеет форму чемодана. А я установил, не я лично, а вот установили тысячи людей, что она круглая. Зачем мне, чтобы человек жил ради веры во лжи? Вера должна не бояться истины. Вера должна идти смело навстречу правде. Если этот человек считает, что вот правда заключается в том-то, он должен ее отстоять и показать мне. Почему же? Вот если я говорю не от своего лица, а от лица богословов, что вот мы, библеисты, богословы, на протяжении 150 лет изучая вопрос, пришли к такому выводу. Если он считает, что вывод другой, покажи почему. А вера стоит у обоих непреложной. И так, и так. Люди верили, когда они считали, что земля плоская, когда земля круглая, теперь верят, когда знают, что земля вращается вокруг солнца. Это вопрос вторичный. Верить в Бога, в его откровение, в его истинное писание можно при любом научном подходе, в том числе и в священном писании. И поэтому я бы всегда предпочел, чтобы люди смелее и честнее подошли к вопросу и не говорили, а отцы сказали, я могу теперь дремать на печи, все, больше ничем нет. Я почему о книгах спрашиваю? Это будет Ваша или награда пред Господом, или проклятие в аду? Вот именно. Ну что делать? Ну поэтому, если я Вам сейчас говорю, сейчас и вопрос много задаю, потому что, если бы Вы не писали книги, обыкновенный батюшка отбарабанил и домой пошел, мы бы с Вами не встретились. Я бы из Сибири к Вам не приехал сюда. Вот о книгах об этих и хотелось сейчас еще немножко сказать. Вот как Вы сейчас думаете, что если бы люди вот сейчас, которые читают книги Ваши, и в них вера эта укрепляется, и Вы говорите, и я не могу в этом сомневаться, что действительно, может там множество людей, тысячи узнали. Но цель моя такая была. Цель. Цель моя укрепить веру в людях. Но укрепить не за счет лжи. Понимаете, я не хочу грамма лжи ради укрепления веры. Не нужно это. Все фиксы. Богу вся эта шарманка не нужна. Ему нужна только правда. Если я убежден на основании определенных вещей, что вот эту правду я буду строить на этом. А всю золотую кучу, которая была ложью, не нужно Богу. Его не надо, так сказать, защищать фальшивыми вещами. Не нужно. Он не нуждается. Хорошо. Ну вот, судя по тому, как Вы здесь смело говорите об этом деле, а дело это весьма небезопасное в этой области, в которую Вы вторглись. Я Вам это очень хочу сказать. Вы идете по грани остро отточенного кинжала. Что делать? Или оставите позор, если на всю жизнь где-то. Или в самом деле Асанна воспоет при Вашем исхождении из этой жизни. И судить будет жизнь Господь. Мне не приходится. Надо сказать, что это я не придумал. Это мне было дано благословение. Не раз. И книги мои были одобрены многими епископами. А откровений так вот Вы никаких не имели? Только кроме того, что с людьми разговаривали, путем разума постигали, изучения. Много раз. Много раз. На протяжении всей жизни там уже писать начал с детства. Пожалуй, пишу, сколько себя помню. Кратко, хоть несколько моментов таких скажите. Это все сокровенно. К сожалению, я не могу этого сказать. Но это Вы чувствовали? Да. Или в чувствах, или в видениях было? И всякое было. Может быть, это... Ну, хотелось ближе это делать знать. Но... Это не могу задавать. Вопрос непростой такой. Да. Угу. И вот сейчас когда Вам приходится может где-нибудь бывать. Вопросы по книгам Вам кто-нибудь задает? Вот так вот. Из батюши, который читает их. Потому что они в руках у священников тоже есть. Да. Ну, Вы знаете, я, откровенно говоря, мало вообще вылезаю. Я больше занят в приходе дома. Мне некогда. Но бывает, что задают. Некоторые просят книги, некоторые сомневаются насколько. Но многие не читали. К сожалению, книг мало. Знаете, есть такая латинская пословица. Сделал то, что мог. Если другие сделают лучше, я буду играть. Пусть сделаются. Пусть сделаются. Да. Вот относительно книг, конечно, вопрос для Вас это очень большой. Он может даже болезнен. Вы уже вкусили, что означает слава в той мере, которая не каждому доступна. Например, что меня в ПГБ про это спрашивали. Вот вся и слава. Что меня всегда могут припаять за это дело. Вот и вся слава. Я специально этот вопрос поставил, потому что слава и власть они неразрывные братья. И однажды, взявшись за это, властные человек едва ли отпустят ее? Дорогой мой друг, когда пишешь книги, которые не печатают, меня же последние печатали официально в советских, ну, в наших церковных журналах уже давно. Правда, много печатали, но давно все это было. В 50-60-х годах. У меня напечатано около 50 статей там в нашем журнале и в наших журналах за рубежом православных. У болгарских, немецких и других. итальянских. Вот. Славы никакой я не имею. Я даже не только ничего не имею из-за этого. Даже, собственно, книг не имею, чтобы дать вам прочее. А за то, что отпечатают на закладе, там их распространяют, вам они за это ничего не откладывают деньги? Никакие? Нет, это без доходное издательство, оно чисто такое, церковно-благотворительное. Они работают для того, чтобы сблизить церковь. Они печатают православные архиеписк Балукуна печатали, наш владык Вениамина, еще кого-то, и мои книжки. Ну, в общем... Значит, такое, как у Солженицына, что печатали, в банке откладывали ему за это деньги, это на религиозную тему... Абсолютно. Нету. Абсолютно. Ни в копейке не лежит. Ни в каком банке. Вот сейчас вы так, если так смело об этих вопросах рассуждаете, то, думаю, здесь нам проще будет сойтись. Это основной вопрос был. Как смотрите на то, что Евангелие по Риме, апостолы и все часты считаются на славянском языке? Хотя бы это, ведь можно бы для народа дать, когда все есть. За что русский народ так презрен? Вчера я был у своего духовника, одного архиепископа. Он ввел в себя чтение по-русски. Апостолы. Это уже диво, как бы считается, понимаете? Диво. Его уже там клянут. Хорошо. Но если у вас все-таки хватает на то, чтобы за эти книги стоять перед КГБ, то ведь... Нет, я ничего не стою. Я ведь... Я не пишу политики. Ну, тоже специально не вызывают. Потому что в политике я не пишу, я не занимаюсь этим вопросом. Я занимаюсь наукой, богословием, все это. Ну, а сейчас вы могли бы у себя сделать так, чтобы вы все-таки здесь сейчас один, батюшка? Нет, нас двое. Я не настоятель. Так что я единственное, что могу делать, я стараюсь немножко приближать чтение церковнославянское к русскому языку. Ну, вместо живота и покоя, жизни и упоконения. Когда читая Евангелие, я стараюсь убирать слова непонятные. Ну, то, что в моих силах. Ну, у нас батюшки делают так и есть. Вот выходит он, Большое Евангелие, а вытаскивает из кармана маленький, а ложит сверху и начинает читать. Я знаю то, что вот выходит, допустим, он уже за 80 с лишним лет батюшка, и кажется, не ему бы так передовым умом здесь пошевелить немного. Нет, он сделал так, как молодые не могут делать. Начинает запев, первые две строки, читает по-славянски, ложит сверху Библию, и по-русски псалтырь, начинает нараспев читать. Молодец, это прекрасно. Я сторонник перехода на русский язык, но тут я не властен, потому что я тут не один, и на меня все время охота идет в отношении. Каждое слово смотрит, чтобы я не нарушил предание старцев. Хорошо. Ну, вот теперь я уже не по порядку эти вопросы, они складываются так. Было обновленческое движение. Вы коротко не могли бы сказать причину его поражения. Хотя бы минуту-две так. Основные... Одной фразы скажу. То, что оно не захотело быть обновленческим. Первое. Второе. То, что оно было предательским. Все. Почему захотело очень быстро. Значит, церковь нуждалась в реформах. Наиболее активные силы церкви в это время оказались в изоляции. Кто за границей, кто это самое, кто то... Так. Остались консерваторы. Они не хотели никаких реформ. И обновленцы буквально тут же все это русский язык все отменили и все стали служить по-старому. Только что у них двоеженцы были священники. Это первая причина. Они, испугавшись, отказались от реформ. И когда в 1946 году умер митрополит, то... А чем вы отличались? Оказывается, ничем. Оставайтесь в РПЦ. Вторая причина, что они были бредательски настроены, это пытаясь укрепить свое положение гражданское, они писали на людей. Навалом писали. И тогда это грозило не просто штрафом или даже тюрьмой, а хуже. Поэтому Бог не дал им развернуться. Лично ваше мнение о том, что русский язык все-таки за горами где-то или маячек. Хотел бы, чтобы это дело было, но просто даже не верится, что пробьется. Зависит, конечно, даже не от епископов. Многие епископы. У нас был митрополит Никодим в Ленинграде. Он вел по всему Ленинграду чтение апостола на русском языке и еще кое-что. Он умер, перетрудившись. Его преемник все это поломал. Опять по-славянски за чиликанье-то. Так вот, это чиликанье-то, ведь смерть не все. Люди не знают Писания и потому погибают за то, как говорят. Это всех устраивает. Если всех устраивает, то каково же это руководство тогда и куда мы пришли? Если смерть в пасомах устраивает пастырей. Ну, давайте своими словами назовем все вещи. Вы же сами понимаете, что вы золотого стада говорили, вижу, говорит, свиней, стадо свиней, я в конюши, говорит, служу. То что сейчас вы на свою пасту смотрите? Кто вы? А эти, в общем-то, каков поп? У нас есть немало епископов, которые хотели бы перейти на русский язык и тем частичным. Но столько же противников это говорят, красивый язык старая славянская церковная. Более того, кто-то из наших архипастеров, даже очень высокий, я не буду называть, потому что я не помню точно, сказал, разговоры все эти глупые, потому что церковный славянский язык, он родной для русского народа язык. родной и непонятный. Помираете вы окаянные грешники? Да. А вот то, что у вас приходится часто требовать совершать на русском языке, если вы сегодня стали совершать крещение, у нас есть такие пастыри, венчание на русском языке, то есть то, что уже переведено, это есть. То вы могли бы это делать? Вот к вам придет человек, который желает, чтобы это вы сделали. Конечно, но в частном порядке. В храме, конечно, тут же меня закидали бы камнями. Но я все-таки стараюсь приближать к русскому языку тексты, которые я читаю. Но если вы считаете, что русский язык должен быть, но кто же будет начинать? Вы, похоже, что и боитесь уже, что как бы вас не закидали. То есть более благоразумно нужно поступать, ждать момента. Дело в том, что если бы я был епископ, у меня было бы право на это. Понимаете, я ведь подчиняюсь непосредственно. У меня есть настоятельность и епископ. Все ясно. А архиереи говорят, если бы я был патриарх. Знаете, там дальше отговор подруга. нет, почему? Многие архиереи действуют на свой страх и риск. Патриарх им не указ. Патриарх дедушка едва ходит, и все на него упали. Нет, на самом деле, епископы делают. Но противников этого много. Но надо сказать, что в нашем приходе у нас много людей достаточно просвещенных. Сегодня мы попали в такой день, когда мало народа, потому что сегодня я не служитель. Служить должен был он, а я случайно. Мы с ним переменялись, он в отпуск ушел. Вот. А так, когда весь наш народ собирается, у нас все слово узнают. Хорошо. но кроме того, тут есть еще одно соображение, которое я не упущу. Тексты богослужебные, вещь серьезная. Вот мы пришли к вам в храм, перед самым входом, я думаю, этажа, как везде, или не так. Ну, потому что храм маленький, то отличается, уютность и все. Но вот два алтаря, зачем у вас в храме установлено? У нас один. Два. Один мамоний, другой Бог. Для чего у вас торговля в храме? Торговля в храме для чего? Вот. Когда у вас Христос придет к задним дверям, чтобы выбросить это все? Или не дошел еще? Дело в том, что вот я был недавно этим летом при Балтике, в католической церкви. Там ничего этого нет. Нет. Они ответили так, если бы у нас это было, по иконам, как у вас отходит, Лабзай, мы бы убили его на месте. Вот она как ответила, католичка. Настоятелю греческого храма. При мне. Вот и все. Ну, не знаю, насчет того, что там убили его. Ну, это ее мнение такое. Видимо, еще остатки ревности осталось в инквизиции. Но этого, говорит, не допустили бы. Что у вас? Не хватает на кладбище места здесь? Или во дворе? И везде всеобщее. Я вам сейчас скажу, когда я был настоятелем перед этим, я ящик вынес из храма, поместил его в притворе, загородил стенкой и сделал окошечко, как вот в кассе метро. И там люди покупали свечки. Но покупали из храма? Нет, они покупали независимо. Это было вне пределов храма. Вот это дело. Вне пределов храма. Но здесь-то я не настоятель. Но ведь ни в одном кинотеатре во время сеанса не торгуют. Ну что же мы поставили хуже? Хуже и нет. Резон, дорогой мой. Конечно, резон. Так это всеобщая очередь. Да, да. Да какая же это служба-то у нас? Златоуст говорит, прекрати службу, но в виде порядок. Верно. Верно. Ну так кто будет начинать? Златоуст говорит, ты начни, и все остальное будет приписываться тебе как родоначальнику доброго дела. Но для этого мне нужно иметь свой храм, чтобы я мог начать. Но мне его отняли, приняли. А у бадишек, у которых есть свой храм у настоятелей, другую причину выискивают. Не есть это главная причина. Нет, почему нет. Некоторые церкви с этим делом управляются. Кто хочет, кто-то управляет. Может быть на сотню едва ли один, и то на половину. Две точки. Одна все-таки в церкви, как в Афронзе, а другую во двор сделали. Это борьба за копейку, которая снова пойдет к погибели. Да, конечно, безусловно. Вот поэтому Бог нас и наказывает. Поэтому не дает того, что мы ждем. Понимаете? Понимаем. Вот в чем причина. Но разговор без хозяина, как говорится. Потому что для этого нужно иметь полномочия. Или пророческое призвание. Пророческое. У меня нет харизмы обличителя. Вот чтобы я мог прийти и сказать, а будьте вы все и так далее. Нет такой харизмы. Бог не велит такого. Но есть у нас такие, которые ее вмечали. Но вмечать, конечно, эту публику все равно, что щекотать слону в ухи перышком. Им все это. А вот вы сейчас не думаете, что как проповеднику и труженику на Ниве Божией вы себе приговор выносите этим, что публика-то ваша все-таки, не чужая. Ее не горком мучает, а вы. И вот щекотать ее нервы так загрубели, они не понимают, тьмы от света отличить не могут. Это же ваша паста, ваше научение. Верно. Но я стараюсь сделать то, что я могу, чтобы разбить эту стенку. Вода камень точит. Ну, Бог в помощь. А теперь вот, что у вас, мужчин разве совсем прихожан нет? Да иногда очень много. А почему женщина в лотаре сныет? Вот для чего спрашиваю это. Мэтр поставил настоятель. Опять настоятель. Ну, зачем она женщина? Это единственное место, где мужчина может скрыться. От женщин? Да. У нас, конечно, у нас в храме довольно много мужчин, мы от женщин не бегаем, мы не боимся. У нас много мужчин. Это неприятное зрелище, когда женщина там, что ушит, подолом заходит. Крайне неприятное. Я знаю такое, по благословению архиереи были, скажу, у моего брата родного, он настоятель Добольский. В один день отрубили, и все кончилось. Ну, у меня было, знаете, до того, как пришел настоятель, у меня было тут пять алтарников, все были мальчики. Он их всех сразу разогнал. Не сразу, правда, постепенно. Помните всех? Был Итищенко, Кифров, все держали. Нам не нужны были эти. Но вы сами, если бы сейчас от вашего волю все... Я бы все вернул, конечно, на прежнем место. У нас мужчин хватает. Теперь относительное крещение, один из самых больных вопросов. Почему в православии перестали совершать погружение, а все только обливанцев и как попало в одежде, лох помочить и расходить. Не научает, не отречения от злых дел. Хотя на словах это есть. Все ложь идет. Стопроцентный брак крещения. У нас 17 тысяч в одном храме кресят в Варнауле. И ни одного из них в храме не остается. За 10 лет 170 тысяч крестили, и один человек не остался. Где у нас там? Это Леонтий там отречения? Нет, сейчас у нас Гедеон. Да это везде. Значит, дело заключается вот в чем. Что крещение есть действительно настоящее таинство, когда приносят верующие родители, с верующими крестами, принять детей в церковь. А когда приходят эти мужики, которые в Ване знают, как перекрестить, а родители крестят ради того, чтобы ребенок не болел, это просто насмешка над таинством. Что можем мы тут делать? Разъяснять. Но мне проще тут. Потому что я веду иногда, когда есть возможность, беседы с крестными, с родителями. Рассказываем. Судно это для взрослых. Но это делают немногие. Вот опять-таки я был на днях у своего епископа, который показывал ставленникам, новым, которые будут руководоваться, он делаем образцовые крещи. Он сам крестил. Младенцы. Он говорил вступительное слово. Потом делал оглашение. Потом объяснял, что такое оглашение. Потом снова слово, потом крещение, потом опять. В общем, такая действительно назидательная была. Ну, я надеюсь, что от него перимут, люди в его епархии, кто захочет. Что касается меня, я, скажем, взрослых, вообще не крещу. Стараюсь не крестить, пока они не пройдут подробные подготовки. Месяц, два, три, полгода. Год. И только тогда оглашение, и только тогда уже... А крестить под взрослых будете тоже и хлопчиком мочить? Купилы-то у вас нету. Ну, на основании, значит, в отношении воды, то в учении 12 апостолов, вещь, которая написана почти в апостольстве, у нас сказано, что погружать необходимо, но в случае крайней необходимости можно и обливать. Ну, конечно, Московская область перетерпела 100-летнюю засуху, воды не хватает никак. Но были случаи, когда вот у меня тут есть пруд, я крестил прям в пруду. Вот, до церкви. Я хочу сказать, очень, здесь, видимо, у нас все-таки, опять же, то же самое, нет ревности и страха Божия. Делаем дело Господне небрежно. Почему пророки сказали, 48, 10, вы сегодня говорите, делающий дело Господне небрежно, проклят? Это не случайно все-таки. Почему здесь же, вот, мы пошли на Рогожское кладбище, старообрядческий храм. За все время существования, 150 лет, ни одного младенца, ни одного взрослого в троекратное погружение, чтобы не погрузить, не было. Рядом едино-веческих ни одного еще не погрузили с полным погружением. У нас сегодня день такой. К нам приехал... Ну, надо сказать, я бы перевез. У старообрядцев они крестят тоже, но это крещение формально такое же, как у нас. Хоть они их макают целиком, но на самом деле они их не наставляют, не катехизируют, они уходят все в степь. Они ничего не знают о вере. Аминь, но я говорю о погружении. Только о погружении сейчас. Почему у нас этого даже нет? Дело в том, что для взрослого человека погружение надо устроить купель как... серьезно. А баптисты же строят, адвентисты строят. Мы что, обведнели? Или что? Мы за год водки больше выпиваем, чем у нас купели воды. Конечно. Но надо сказать, что только в одном месте в Переделке. Так вот, сегодня у нас поехали люди креститься в Переделкино. Проехали все везде. Вчера были в Троицке, хотели там покреститься, в Загорске не могли. Приехал баптист, еврей. И Господь коснулся сердца, после бесед, решил им принять истинное православие. И крестить мы оставим, и он желает, как положено по-христиански. Не просто стоял, одевший в костюме, пригался, и ему лоб помочили. И нигде не могли во всей Москве найти. Поехали в Переделкино, сегодняшний день договорились, что сейчас должно быть крещение. Да, там есть такое крещение. Так это в Москве, а в Ярославской области, говорит, ни одной не скупели. Что? Это на крайний ноль дух? Я все-таки больше придаю значение духовной подготовке человека, чем самой форме крещения. Потому что Дух Божий действует, даже если есть и капля воды. Важно, чтобы была вера, Господь, Дух, и встреча Бога с человеком. И вода, как символ, даже если нет воды, песок, как у нас говорят, если нет песка, там снег, но лишь бы сам человек. А погружали раньше всех, погружали, а что, да погружали, что получилось. Это все верно, что говорите. Все. Но нельзя одно от другого отрывать. Не зря, что вы заповедовали, слово крещение означает погружение в переводе, дословно. Но я изучал греческий язык, а также и означает и то, и другое. Омовение, тоже баптизмом, никуда не денешься. Омовение. Но и этого нет, вот сказать. И омовение... Причем, между прочим, есть фрески первых веков христианства изображено крещение. У меня есть фотография, что там крещение обливаемое. Это четко. Тут ничего не подойдет. Человек стоит, над ним держит так руку. Ну, вот если бы сейчас спросить еврея, а у нас все-таки крещение, это сама истина, а обрезание прообраз. То они обрезать могут чуть-чуть или как положено. Сказали бы, достаточно ножичком чиркнуть, чуть-чуть, там миллиметр за день, а сколько положено, так и делается. И они точно знают, вымеряют все. Правильно. Если мы будем подражать ветхозаветным иудеям, то мы вернемся опять в ветхий завет и будем цепляться за мелочный обряд. Зачем подражать этому? А дошло до чего? Сейчас мы ничему не подражаем, ни в чем нет строгости. У нас есть строгость, у нас есть строгость, чтобы на свечки ставить, чтобы люди всегда найдут, чем заниматься, пустяками. Это найдут. Да. Главное, чтобы был жив дух. Дух. А форма, она проходит. Сегодня так, завтра так. Вот один нам пришел без эпидрахи, или не может служить по них. Э эпидрахи люди придумали, это не Бог дал, понимаете? Все это человеческое. А Господь дал свое рукоположение. Господь дал. А эпидрахи – это знак. Может быть, может, я могу взять полотенце, осветить ее и надеть все. Ну, от венчания, когда проходит, тут уже никак не скажут, что малые дети, взрослые. Вы видите, оба неверующие. Зачем венчаете? Ну, у меня таких не бывало. Я всегда подходящий. Везде, знаете, это не прихожане, и ничего он не знает, и не думает быть здесь. И бывают живые жены у них, подвиг-подвиг. И он говорит так, что и не думает. Ну, во-первых, у них есть паспорт, там проверяем, там первый брак или какой. Во-вторых, при венчании, вот уже акт мужества, что вот эти люди, которые женились недавно, и хотят все-таки повенчаться, понимаете, это тоже акт. У них смутная вера, и от них требовать многого нельзя. И тут стараешься им рассказать. Во-первых, они в этот день причащаются, исповедуются. Какие-то начатки. И спрашивать можно с кого? Кому ты дал что-то? А эти люди ничего не получили. Как я могу спросить, мол, что ты знаешь? Скажут, ничего не знаю, учился в школе. Мне там говорили, да, беру, да, всякую. А почему нет оглашения? Я говорю, оглашение изведите, и никто не выходит, все стоят. Опять же, это только фраза, фраза. Но во всяком случае люди благочестивые, и во всяком случае в нашем приходе это люди знают, и оглашение у нас есть, и они знают это правило. И они присутствуют. А неверующие совсем присутствуют, не оглашенные могут, совсем даже никто, неверующие стоят. Тут есть, конечно, своя трудность, потому что возглас в ранней церкви, он учитывал, что все известны. Ну, скажем, мне тут известны в храме. Ну, а в большом храме, ну, возьмите Елохово, стоят там тысячи, и вот я стоил в Тарасске, у нас каждое воскресенье две литургии и по две тысячи народа за каждую. Кого там увидишь? Он оглашенный, оглушенный, не поймешь, что. Там тьма тьмущая. Это надо в микрофон включать. А вот почему не знают, что батюшка решил быть и председателем колхоза, и бригадиром, и все должности взять один на себя, что вы не привлекаете народ. Я скажу, допустим, вставление у баптистов до 20 тысяч членов приход, и всех до единого знают, и членское собрание ни один посторонний не будет. Что же мы оказались ниже всяких секундов? У нас не тоже члены. У нас, когда человек крестится, приходит, часто делает это потихоньку. Я сегодня как раз об этом намекнул, что нас, что сказать, не вешают. за сам факт. Однако мы боимся. Конечно, мы не можем заставлять людей идти на подвиг. Подвиг – это то, что должно рождаться в душе у каждого, в собственном, так сказать, движении. Упадок на лицо. Упадок. Но отчаяния мы не поддаемся. Я уверен, что Господь не оставит брака у нас. Теперь, когда вы исповедуете, приходят вам прихожане. Примерно из ста человек сколько у вас не допущено до причастия? Приблизительно. За грех какой-то исповедует человек, да, правило фаноническое говорит, за прелюбодеяние 12 лет Василий Великий говорит. Правило действует или нет? Сколько я знаю, все мертвы. Нет, безусловно недопущение к причастию существует. У нас и я не допускаю определенных случаев. Но отлучение от причастия на такие долгие годы возможно было только в обществе, которое формально было христианским. А здесь это значит человека просто выбросить из церкви навсегда. Он больше никогда не был. Когда так задавали златоусту, говорят, ты так строг, они уйдут к еретикам. Он говорит, пусть идут все, никто не держит. Как Христе сказал, не желаете ли вы уйти? Что сейчас одно название, вводящее в заблуждение других? Никакой строгости ни за что не отлучается. Не были сами виновны в этом? Нет, но я так сказать ну имею право что и каждый священный решать здесь по своему усмотрению. Насколько времени никогда не допущен человек. Это дело духовника. Но мы все-таки это делаем, практикуем. Ну на годы отлучаете? Хотя бы не на 18 лет, как вы сказали, но хотя бы на 3 года отлучаете? Нет, это идет не больше, чем на несколько месяцев. Не больше. Но почему? Для кого тогда правила написаны эти? Почему книга на Маканон не действует? Надо сказать, что я вообще в них не верю. Я считаю, что на Маканон устаревшая и вредная книга. Это мое личное убеждение. Ну Бог. Что его не продиктовал не Дух Святой, а средневековые христианские талмудисты. Это достойно и талмуд. Это, если его почитать, с Евангелем ничего общего нет. Это как раз книжники и фарисы враги Христовы составляли на Маканон и прочие все. Отче, сейчас, когда вы говорите, это давайте вообразим. Вот здесь вы находитесь, Александр Мень. Здесь находятся святые отцы соборов и здесь Василий Великий, написавший 90, допустим, правил. Так, значит так, Григорий Богослов, призываю его свидетелей. 381 год, Второй Вселенский собор. Григорий Богослов встает и говорит, что это забот? Это просто стая галок. Я ухожу от сюда. И ушел. А что, говорю, блаженный Иероним про эти даже неудобно говорить при дамах. Они очень резко отзывались. И о правилах, и о церковных соборах и собраниях различных. Очень резко. Тогда что же осталось у нас от соборов, если говорим веру во святую, соборную, и чтим правила... А это неправда. Никакой у нас нет соборной. Посмотрите, греческий текст, символы веры, вы видите, там написано кафолика. Это, значит, веру во единую, святую, вселенскую, апостольскую церковь, а не соборную. Соборный, церковно-славянский перевод выдуманный. Хорошо, теперь тогда речь полезна. Вам любой скажет, так сказать, ну, смотрите просто обыкновенно. О соборе речь зашла. Восьмой вселенский собор, о котором много говорят, и некоторые со страхом, должен быть или нет? Ваше личное мнение. То есть, после чего должны все-таки прийти мы к единению под единой главой, патриарха или папы. А они понимают, что вас сядет антихрист. Я не верю, что вас сядет антихрист, но думаю, что этот вселенский собор еще далеко, хотя ближе, чем раньше полагает. Вот. Ему должна предшествовать работа по сближению христиан различной исповеды, чтобы они друг другу научились не ненавидеть, а понимать. Тогда можно садиться на собор, а пока друг другу плюют лицо, какой же тот собор? Это будет побольше. Тогда попутно об акуменизме. Тоже кратко. Ваше мнение. Что это? Веление времени? Веление Христа. Да будут все едины, и да будет единострад один пастырь. Но ведь они не этим занимаются, а как раз общая нивелировка идет. Это ошибки техники, а суть правильная. Да вот, что по сути-то правильно, это в жизни-то как раз не притворяется. На местах батюшка исповедов, не ходил ли к сектантам, не посещал ли раскольников, вот за это эпидемия тут сработает сразу. Священник имеет право не рекомендовать ходить к сектантам того, кого он считает лично в слабом вере. Но, лично. Я, например, некоторым не советую, а некоторым же, пожалуйста, иди. Это выбор. Вот. Что касается того, что дело хорошее делается вяло и плохо, они мне скажут, иди, сделай лучше. Но они могут быть на своем праве, это не так все просто. Не так просто. Кто-то языком министов работает хорошо, кто-то работает плохо, где-то нанимировка, а где-то нет. Вот. На самом деле католическая церковь ведет здесь работу правильную, по-моему, замечательную, никакой нанимировки. Все передано на национальные языки. Каждый, 16 обрядов и все разные. Вот. Теперь никто не имеет права служить по-латински. В Африке служат там на местных языках, там на Суахиле и так далее. Вот. Священник восточного обряда русского не имеет права служить на отец. Он служит по-славянски, по-русски, по-французски. Вот. Ликвидированы пышные облачения, попоны все эти. Все очень простые белые облачения, скромные престолы, простые чаши. Так вот вначале говорить очень нравится. Теперь посмотрите на наши архиерейские служения, когда часами раздевают и одевают. Так кому мы служим там, случайно? У нас есть священник отец Сергий Желудков, который написал об этом целую книжку и пустил ее по народу. Вот. В ней высказано мнение, которое разделяют все. И, так сказать, архиереи серьезные, они стараются от этой мишуры избавиться. Я думаю, что избавятся скоро. Но сказали во разных языках, что то, что вот так все-таки более подвижно стало католичество. Но что же с православием-то? Почему оно так застыло на одном месте? Даже нас, русских, лишают родного языка. Другой друг, вы спрашиваете, как будто бы мы с вами находимся на разных полюсах. Мы в одной церкви. Мы видим, что она стоит на месте. Застыло, действительно. Застыло. Вот. Что можно сделать? Ну, каждый должен делать вы на своем, если я на своем. Как-то качать. Ну, хорошо. Как качать, если вы мирянам не даете даже права сказать у дверей ничего? Полностью берете на себя и сами ничего, взяли ключ разумения. Батюшка ревностным оком смотрит у двери. Не зашевелился ли кто? Не говорит ли? Мне ключи, и он гремит оттуда от алтаря ими. Никому нигде нельзя сказать. О Христе я говорю. Только о Христе. Мы пробовали так. Открываем газету «Известия» в церковной ограде. Батюшка прошел, ни слова не говорит. Открыли Евангелие, сидим читаем, своим прихожанам. Сразу по двое закройте. Мало ли тут увидят, церковь закроют. Правильно. Он боится понятно чего. Когда «Известия» читаешь, боятся ничего. Все ясно. Все ясно. Хорошо, но батюшки эти, как правило, прошли через семинарии и академию. И сразу возникает вопрос. То, что сейчас там преподается, и какие они выходят, то практически нужны эти семинарии академии или нет? Не очень. Иногда и вредны даже. Но тот, кто захочет действительно служить Богу, может извлечь пользу оттуда. Лично вы рассматриваете сегодняшнее православие. Вот как оно есть. Идет на улучшение. Погнали. Ну, просто интервьюер настоящий. Это... Нет тут телевизора. Так. Считаете, по вашему мнению, все-таки вы не в углу где-то спрятались, стоите на виду. Почти в углу, дорогой. Почти в углу. Но все-таки чувствуете, и у вас должен индикатор этот работать. Все-таки идет на возвышение, стоит на месте или ниже с каждым годом идет. Я имею в виду духовную наша нравственность, желание прихода Царствия Божия. Значит, вот как я имею, что христианская среда, около христианской среды, и вообще люди, вот, в Москве, в Москве, в области, в больших городах, я не буду брать другие районы, буду брать то, что я вижу чаще всего. Вот. Это огромная нива. И жатвы много. И люди готовы. Вот. У нас церковная система очень плохо работает. Более того, она вообще не годится. Никуда. Вы о том говорите сейчас, о чем уже снизу начинает говорить. Но ведь нужны руководители. Хорошо, вы вот пишете, многие пишут, ох, сколько книжных червей сейчас, прямо столько знаний, книг много писать, конца... Я вам сейчас скажу, что для того, чтобы дать какие-то решения, надо серьезно подумать. Скорополительные реформы, это тоже плохо. И я к многим выводам, сейчас могу вам кратко говорить, а я годами думал над всем. Писал и думал, читал и думал, говорил и думал. Понимаете, надо же ведь не так просто здорово живешь и все. Надо все это и так подумать. Эти говорят так, эти так. Для этого нужно время, чтобы... И может быть, я уже буду совсем седой, когда я... какие-то еще более ясные решения, так сказать, нужно обдумывать. Вообще, я задаю вам вопросы. После этих вопросов, Бог знает, может быть, кое-что и в вашей судьбе наступит изменение. Мы, многие люди, ищем таких пастырей, которые понимали бы истинное положение сегодня и были готовы к большему, нежели у них есть сегодня. Ведь кто-то должен это взять на себя, кто-то должен стать и во главе. Но я слишком такая одиозная персона, это так сказать. Ну, и так уже на мне ярлыки всякие висят. Каких только нет. Все ярлыки, я как чемоданы за границей приехавшие. Вот так, весь обклеен. Вот. Это специально. Враги специально на меня всякой вешают, чтобы парализовать мою деятельность. Не могут так, как гонила кровитой. Ну, вы сами-то рассматриваете это положение. Понимаете, с чего оно должно все-таки тронуться? В этом состоянии нельзя. В этом уже не литургически, а литургически, литургически сказать, сон. Да. Я это все знаю. Я это все знаю. Я жду просто, когда Господь пошлет людей для того, чтобы поднять все это, проводить. Но если это при вашей бой с жизнью и в самое близкое время, на какой стороне окажетесь вы уже задумывались? Я всегда там, где дело Божие.